когда на свете появилось первое колесо наши предки не могли себе и вообразить что однажды человечество будет выбирать между десятками брендами колес каждое совещание будет более круглым и гладким чем у конкурента сегодня же нам всем ежедневно приходится принимать такие решение не только по части целитарных предметов но и водных аксессуаров всем привет с вами юлия создатель бренда джиля эфи сегодня мы с вами попробуем разобраться почему же привели знакомого логотипа мы готовы переплачивать предлагаю погрузиться в увлекательный мир психологических феноменов исторических век и брендинговых стратегий психологи и маркетологи на протяжении десятилетия изучали что движет нашим желанием платить больше за определенные бренды оказывается все не так просто как кажется на первый взгляд наш мозг так устроен что мы склонны доверять мнению большинства он уверен если все фанатеют от этих кроссовок наверняка действительно стоит своих денег этот феномен называется социальным доказательством когда мы видим что наши друзья и знакомые выбирают определенные бренды мы автоматически начинаем считать их действительно высококачественными и заслуживающими нашего внимания представьте свое участие на светском мероприятии или деловой встрече все кажутся одеты в последние модели от ральф лоурен или в лучи вдруг неосознанно начинаешь чувствовать неловкость в старом наборе одежды это давление социума запускает механизм желания быть как все чтобы не выделяться или даже вызвать зависть что вы представляете когда думаете о сумке от эрмес или часах от роликс это не просто полезные предметы это символы статуса покупает такие товары мы покупаем не продукт а представлены себе мы хотим чтобы окружающие выделили в нас успешных и разбирающихся в стиле людей таким образом бренды умело играют на нашем стремлении к самовыражению и признанию роскошная вещь это практически заявка всему миру я здесь я это могу себе позволить и хотя логотип казалось бы ничего не добавляет функциональности предмета он добавляет уверенности в себе а это поистине бесценно история бренды уходит в глубь веков древние греки и римляне наносили метки на свою керамику и ампоры чтобы гарантировать их качество и предотвратить подделку средние века дворяне и рыцари украшались высчитай гербами чтобы обозначить родословную и защитить свою репутацию до индустриальной революции бренды были локальными они олицетворяли труд небольших ремесленников и семей но с появлением массового производства все изменилось компании начали осознавать мощь брендинга как инструмента завоевания рынка взглянем например на кока-кола примерно полтора века назад этот напиток только начинал свой путь в аптеках атланты сегодня же это символ американской культуры потребляемый в каждом уголке мира маркетинговые стратегии связаны с использованием массовой рекламы где основное внимание уделено не качеству напитка а эмоциям которые он вызывает свежесть счастье радость чувство которое бренд прикрепляет к своему продукту когда в 70-х годах 20 века apple только начинал свой путь представляя новаторские идеи в гараже никто не мог подумать что через несколько десятилетий компания станет культовым брендом за продукцию которого будут готовы платить десятки тысяч долларов сегодня apple это пример бренда который методично создавался годами милый дизайн продуманная реклама и умелое использование символики сделали его чем-то большим чем просто компаний по производству гаджетов это своего рода религия имеющая своих последователей фанатов по всему миру основанная в 1913 году правда изначально была маленьким магазином по продаже кожаных изделий сегодня бренд известен своими инновационными дизайнами и качеством что делает его фаворитом среди поклонников высокой моды начав свой процесс создания галстука в 1967 году ральф лоурен сегодня является символом американского стиля и элегантности логотип с изображением пола соревнований стал знаковым качества и статуса маркетологи и бренд менеджеры знают что просто качественного продукта недостаточно чтобы удержать внимание потребителя ведь конкуренция на рынке они не снимая и каждый шаг должен быть точным и продуманным психологи давно подметили что люди ценят то что недоступно многие бренды используют эту слабость создавая ограниченные серии продукции компания supreme к примеру выпускает свои коллекции малыми тиражами создавая вокруг бренда атмосферу дефицита и элитарности когда что-то становится редким человеческая психика работает над тем чтобы желание обладать этим возрастало мы готовы стоять в длинных очередях и платить астрономические суммы на аукционах и бэй только чтобы заполучить вещь которую по сути может создать любая фабрика в мире бренды с невероятной ловкостью умеют играть на наших эмоциях они создают для нас сказочные истории в которых мы мечтаем оказаться реклама показывающая счастливую пару в платьях валентина на прогулке в париже подвергает нас фантазиям и романтики и роскоши мы хотим верить что купив платье мы тоже переживем тот же трепетный момент кроме того бренды часто апеллируют нашей ностальгией вспомните сколько раз вас трогали до глубоких чувств рекламные ролики возвращающие в детство компания мастерские используют такие моменты вызывая в нас отклик и заставляя ассоциировать продукт с теплыми воспоминаниями исследование показывает что осознание причин по которым мы тянемся брендом позволяет делать нам более осознанный выбор но иногда возможно стоит себе позволить поддаться этому магнетическому влиянию следующий раз когда вы видите знакомый логотип и размышлять стоит ли он своих денег задумайтесь на мгновение это желание вашей души или маркетинговый трек выбор всегда за вами каким будет ваш следующий шаг пишите в комментариях думаете на этот счет а я с вами прощаюсь всем прекрасного настроения и пока пока